Оптимизация коснулась и Заполярного района. В частности, вдвое сократилось количество муниципальных служащих. Сокращение произошло в связи с передачей 1 января 2015 года «Рядополномочий» с муниципального уровня на региональный. Об этом глава Заполярного района Алексей Михеев и глава районной администрации Олег Холодов рассказали в ходе встречи с губернатором округа Игорем Кошиным. Руководители отчитались об итогах работы за прошедшие 8 месяцев. По словам Олега Холодова, работа по оптимизации численности велась по двум направлениям. Непосредственное сокращение количества муниципальных служащих и перевод бухгалтеров, сотрудников канцелярий, работников отдела информатизации на должности, не относящиеся к муниципальной службе. Эти меры позволили снизить расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления на 48 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом, сказал Олег Холодов. Кроме того, руководители района и районной администрации доложили о работе муниципальных предприятий, в частности, северной транспортной компанией. В период навигации этого года, по предварительным данным, речные суда перевезли почти 17 тысяч человек. Пассажиры оборота СТК с каждым годом растет. Потенциал тоже есть. По речным перевозкам мы хотели реализовать, но это я позже отдельно скажу. Хотели быстроходный катер еще большой везти, но тут из-за проблем с его исполнением, изготовлением, к сожалению, мы издавили только навигацию следующего года. Также мы планировали выйти на пассажирские перевозки в Красное, но тут активизировалось как раз совпало частный бизнес. И они сейчас пока эту тему, вроде, эту проблему закрыли, поэтому мы готовы к этим перевозкам. Все экономические расчеты есть, но пока потребностей в этом нет. Кроме того, у предприятия есть планы совершать пассажирские перевозки и до соседней коми республики. По словам Олега Холодова, новый быстроходный катер вместимостью до 20 человек вполне сможет ходить до Усцильмы. Глава региона Игорь Кошин, в свою очередь, предложил подумать о том, чтобы выйти на рынок коммерческих грузопассажирских перевозок до Коми. Сегодня необходимо просчитать экономическую составляющую этой идеи, оценить объем капитальных вложений в новые суда и, конечно, потребность в этом маршруте со стороны населения, подчеркнули участники встречи. Ведь грузопассажирскими перевозками до Щели Юры занимаются пять коммерческих перевозчиков. Поэтому здесь может быть такая перспектива развития, посмотреть предприятие. То есть нет задачи отнять бизнес-участникам, но задача, чтобы у нас так не получилось, что если вдруг с частником что-то происходит, то мы это направление вообще закроем. Просчитать эту бизнес-идею необходимо, подытожил глава региона Игорь Кошин. Для муниципального предприятия это прибыльный бизнес, который в том числе поможет сократить долю ежегодных субсидий из окружного бюджета. А это финансовые средства в размере 18 миллионов рублей. Зашла речь и об обеспечении населенных пунктов округа топливом. Северный завоз успешно завершился. Последняя партия дистоплива поступит в Амдерму в октябре. Что касается угля, то кузбасский уголь эксперимент этого года прижился в округе. Определённые опасения же были, конечно, каково качество. Всё-таки там дальше всё по-другому. Но сколько ездил, пока отзывы, в общем-то, только положительные. Пока жалоб нет. Да, ну то есть люди начали топить, и говорят, что, в общем-то, хорошо. Кроме того, переход на более крупный и качественный уголь позволил снизить объёмы поставок и, следовательно, сэкономить бюджетные средства, подытожил глава администрации Заполярного района Олег Холодов. Если в случае с углём понадобилось просто сменить марку, то в случае с дровами глава региона предложил поискать им альтернативу. Искали по пилетам, отрабатывали по нескольким видам топлива, в том числе по пилетам. Всё упирается в очень жёсткие требования хранения их. Они все, вот эти альтернативные виды топлива гигроскопичны. То есть их надо в мешках и в ангарах хранить. Вот это у нас пока из-за этого мы эту тему отодвинули. Хотя, конечно, они эффективнее, билеты экономически оправданы, была бы замена. Глава региона, в свою очередь, призвал запустить пилотный проект в одном из муниципальных образований. Закупить ангар, завести альтернативный вид топлива и посчитать экономию. Пора пилеты запускать, потому что никто дровами уже практически в стране, но у нас не никто. Отчитались руководители и постройкам. В этом году сдано пять объектов, до конца года сдадут ещё одиннадцать. В этот список, скорее всего, не войдёт школа в посёлке Красное. Реальные сроки сдачи объекта – январь-февраль следующего года. Сейчас подрядчик решает проблему с перекрытиями в спортивном и актовом залах.